Друзья, привет! Привет! Добро пожаловать на наш канал или добро пожаловать назад на наш канал. Сегодня у нас будет достаточно необычное видео, потому что в последнее время мы все выкладываем, как мы сами строим, а сегодня мы приехали посмотреть, как другие строят. Мы сегодня находимся на фирме Бёрстнер. Это фирма, которая производит жилые прицепы, жилые машины, в общем, дома на колесах, всю вот эту историю. Фирма сама по себе была образована в 1924 году, но производить всю такую историю для кемпинга она начала только в середине 50-х. И вот до сих пор они являются большим достаточно производителем этих товаров. Широко представлены на немецком и европейском рынке, они и в России тоже есть. И так оказалось, что их компания, их фирма находятся прямо с нами по соседству, буквально в соседнем городе. И ни приехать и ни посмотреть, что они здесь делают, было бы просто неправильно, наверное. Ну да. Да, они нам предложили сегодня посмотреть концепт их нового прицепа, который называется Harmony 3. Это пока еще не упущенная в производство модель, и в принципе это идея того, как мог бы выглядеть прицеп, если бы вот его завтра начали производить. Конечно же, это такая история, которая еще, собственно говоря, не запущенная в такое огромное массовое производство, где вы можете увидеть всякие интересные разработки, которые, в общем, дизайнеры и инженеры там реализовали. И мне кажется, что это будет действительно чем-то новым, чем-то интересным. И сегодня мы посмотрим, расскажем, как, чего, и вон там за окошком вы можете его увидеть. Пойдемте внутрь и пойдемте посмотрим, чего нам покажут. Друзья, ну вот мы и внутри этого замечательного прицепа находимся. Посмотрите, как здесь много места. У меня такое чувство, как будто я в салоне мебели нахожусь, убираю себе диван для гостиной. Но нет, это все настоящий жилой прицеп, который больше похож на полноценную квартиру. Как видите, здесь очень много места. То есть, ну я думаю, что 4 человека как минимум здесь совершенно спокойно разместятся, не будут друг об дружку устукаться. И вполне себе комфортно могут здесь жить несколько недель без всяких вообще проблем. Должна сказать, что сам прицеп внутри очень хорошо отделан. То есть, вот все вот эти подушечки, стены, шторки и все остальное сделано на очень высоком уровне. То есть, вы когда заходите внутрь, вы сразу попадаете в комфорт, в подушки, в мягкие диванчики, во всякую удобную эргономику. Здесь очень грамотно организовано пространство. Оно достаточно грамотно разделяется. То есть, можно отделить, например, кухню от гостиной и терраспальной зоны. Дверь в санитарном уровне, там, где туалет и ванна находятся, закрывается вообще на глухую деревянную дверь. То есть, никто никому не будет мешать. Можно совершенно спокойно проводить здесь время и с большим комфортом. То есть, места очень много, потолки высокие, освещение красивое. И, в принципе, очень грамотно все здесь внутри организовано. Привет! Сейчас пойдем с вами в ванну. На самом деле, конфигурация ванны очень интересная. Сейчас зайдете, и я думаю, что вы очень удивитесь. Вот мы в ванне. Посмотрите, это полноценная, настоящая, достаточно большая ванна. То есть, не в каждой квартире есть такой размер ванны, что вот как здесь. На самом деле, в большинстве прицепов, ну, если мы не говорим совсем про люксовые варианты, то в большинстве прицепов ванна и туалет организованы в достаточно очень маленьком замкнутом пространстве. Там, как правило, есть место только для унитаза, который, в общем, два шага влево, два шага вправо. Вот вам и вся ванна, три полочки. Здесь же, как вы видите, ванна абсолютно полноценная. Здесь абсолютно полноценная душевая кабина, как вы видите. Да, очень интересно так оформлено. Есть стеклянная панель, которая защищает вас от брызг во время купания. Соответственно, здесь вы видите зону с раковиной. И вот тут, смотрите, какие полочки чудесные, куда достаточно много всяких вещей поместятся. Опять же, большие зеркала, большая раковина. Стоит полноценный унитаз. Здесь стоит система Дометик, достаточно стандартная, в принципе, для всех прицепов. Но посмотрите вообще конфигурацию интересной ванны. Насколько она большая, насколько она удобная. То есть вот я здесь стою, здесь совершенно спокойно поместится еще один человек. И очень комфортно можно принять душ после долгого дня путешествий, восхождения на какие-нибудь горы или какие-нибудь там долгие трекинговые сессии. И, пожалуйста, пришли, помылись, все комфортно, все очень удобно организовано. А наверху люк для вентиляции, влажность не скапливается, то есть все очень чудесно вентилируется. И, в принципе, организовано крайне-крайне комфортно. Ну вот, друзья, мы с вами находимся уже в зоне отдыха, в гостиной зоне. И здесь, как вы можете заметить, у нас есть телевизор, разумеется, есть даже панорамное окно. Посмотрите, вот такое, да, за такими очень интересными деревянными жалюзи. То есть это не пластик, это дерево. Очень интересная система освещения также в этом прицепе. Посмотрите, какие красивые светильники наверху, которые тоже создают дополнительный уют. Я, как уже говорила, вот гостиная зона отделяется от зоны ванны глухой абсолютно дверью. Да, то есть она такая тяжелая, деревянная и абсолютно закрывает всю ту часть прицепа. Здесь у нас большой диван, как вы можете заметить. Совершенно спокойно человек шесть здесь разместится. Если, например, вы захотите пригласить гостей, попить чайку. Вот, совершенно спокойно можно это сделать. Очень комфортно, удобно, хорошая обивка. Также здесь очень много тоже систем хранения в этом прицепе, что тоже важно. Потому что все-таки прицеп жилой, это не то, где вы живете постоянно, а то, где вы живете во время путешествия, как правило. И, конечно, в путешествии с собой хочется взять каких-то вещей комфортных для себя. Есть куда положить, много полочек. И по бокам вот, по бокам и вот внизу тоже есть. Есть еще рундуки в этом прицепе. Но, в принципе, как вы видите, очень все комфортно, удобно, организовано. Вот здесь даже, смотрите, есть такой, наверное, мини-бар с такими стеклянными полочками, когда можно поставить, не знаю, красивые чашечки, например. Ну, в общем, хорошо сделано. Приятные очень материалы. То есть не в каких-то особо, вот знаете, когда заходишь, иногда прям явно думаешь, ой, боже мой, дизайнеры экономили на каждом просто центе. Но нет, здесь очень качественная отделка. Вот это отделка материалом, да, то есть тканевая отделка, очень тоже красивая, такая, знаете, текстурная, которая тоже дополнительное настроение внутри прицепа создает. И, как видите, цвета внутри, в принципе, очень спокойные. То есть нет никаких там кричащих или раздражающих цветов. Все спокойно, все сделано для комфорта, для отдыха, ну, для того, чтобы просто здесь хорошо проводить время. Друзья, если говорить про спальное место, здесь оно организовано вообще крайне интересно. Вот здесь есть такая волшебная кнопка, на которую вы нажимаете, и кровать, полноценная двухспальная кровать, выезжает сверху вниз, то есть опускается на диван, вот здесь. Как вы видите, вот здесь все вот это прорезан, потолок, да, он идет вокруг. Это все на самом деле кровать. К сожалению, показать не можем, потому что образец этого прицепа опытный, и сейчас невозможно эту кровать опустить. Но, в принципе, поверьте мне, она реально опускается. Вот мы и на кухне с вами. Как вы видите, кухня абсолютно полноценная. Здесь абсолютно полноценная плита на три комфорки, вот здесь они управляются. Плита ничем не закрыта, но это потому, что она не газовая электрическая, очевидно. Большая очень раковина с большой глубокой очень чашей. Закрывается раковина, соответственно, стандартным образом, вот так вы ее закрываете. Там еще дополнительное тоже пространство, там фрукты, овощи помыть. Вот, стандартный достаточно кран, но тоже очень удобный, мыть посуду будет вполне себе комфортно. Также здесь у нас находятся ящики для вилочек и ложечек, и здесь даже есть тостер, смотрите. Чик, и с утра можно свеженький тост кушать с маслицем. Чик, закрыли, и все, он убрался. Ну и здесь еще тоже ящики для тарелок и прочей кухонной двери. Все, на таких магнитных, очень приятных задвижечках, там тоже дополнительные ящики есть. И здесь, собственно, мы видим с вами стол. Стол имеет две позиции, да, то есть ток, в которой вы видите ее сейчас, и также стол раздвигается вот таким образом. Вы его просто тянете на себя, и получаете достаточно большое место для того, чтобы для приема пищи, ну, то есть, как бы, опять же, 4, даже 5 человек, может быть, сядет за этот стол совершенно спокойно. Ну и потом вы его задвигаете, соответственно, чтобы он не занимал место. Да, вот так задвинули. Или, например, можно здесь просто вдвоем вы путешествуете, вдвоем покушали, можно даже не раскладывать. Здесь у нас холодильник. Вот, и даже есть, посмотрите, кофемашина. Самая настоящая встроенная кофемашина в прицепе. Ну, и все вот эти ящики стандартные, тоже на магнитных задвижках, здесь их много. Здесь также все вот так открывается. Там это для хранения стульчиков, там вот стульчики лежат. Вешалка для одежды вот здесь находится. И вот здесь, посмотрите, есть бар для вина. То есть, там вот раз, два, три, четыре, пять бутылок вина, шампанского или там, не знаю, просто водички. Можно положить, он охлаждается. Наверху находится люк для дополнительной вентиляции, как вы можете заметить. Ну, и, в принципе, как вы видите, кухня достаточно просторная. Здесь комфортно находиться, комфортно готовить еду. Красивые панорамные окна. Вот, если вы, например, сидите за столом, поставили около океана свой прицеп и кушаете или пьете кофе с видом на море. Ну, и за моей спиной, собственно говоря, уже выход из этого живого прицепа находится. Ребята, спасибо большое, что были на нашем канале. Надеюсь, сегодня это было интересное для вас видео. Пожалуйста, оставляйте комментарии, если вы хотите больше обзоров. Мы постараемся что-то еще интересное найти для вас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, пожалуйста, обратную связь. Подписывайтесь на нас в инстаграме. Спасибо, пока.